На очереди новости из Брюсселя вкратце. Здесь на днях прошел саммит Евросоюза, на котором обсуждали его уменьшение за счет Великобритании и расширение за счет Западных Балкан. Вступление двух стран, уже имеющих статус кандидатов в члены ЕС, задерживается. Они могут пойти на сближение с каким-нибудь другим блоком. На прошлой неделе в Брюсселе главы государств и правительств Евросоюза решили не начинать переговоров о вступлении в него Албании и Северной Македонии. На этом особенно настаивал президент Франции, утверждавший, что эти западно-балканские страны не полностью соответствуют критериям членства. В Страсбурге главы Европейского совета и комиссии назвали происшедшее исторической ошибкой, осудил решение саммита ЕС и евродепутат из Германии. Европарламент резко критикует это решение. Мы собираемся принять резолюцию с прессовым начать переговоры о вступлении с этими двумя странами, сказал Дэвид МакАлистер. Законодатели будут отстаивать европейские ценности. Французский евродепутат, выражавший ранее симпатии к России и посещавший Крым, поддержал позицию Эммануэля Макрона, указав на неудовлетворительное положение с правами человека в Албании. Что касается Албании, то 7 тысяч политических беженцев, прибывших в прошлом году во Францию, это албанцы. Их больше, чем выходцев из Сирии, Ирака и Судана, сказал Тьерри Мариани. Если просьбы этих албанцев о политическом убежище оправданы, то, может быть, нужно повременить с возвращением их страны в Европу. Тираны и Скопьи утверждают, что осуществляют демократизацию и реформы, которые Евросоюз выдвинул в качестве условий для их принятия. Многие политики в этих странах называют альтернативой сближения с Евразийским союзом и, в первую очередь, с Российской Федерацией. Париж все чаще окутан токсичным смогом. Европейский суд определил, что во Франции с 2010 года систематически постоянно превышается допустимый уровень диоксида азота. Но это еще в 2015-м указала Еврокомиссия. Судьи в Люксембурге отметили в четверг, что Франция не полностью выполняет директивы Брюсселя о качестве воздуха. Европарламент удалил заседание итальянского депутата, который швырнул в направлении президиума коробку турецких конфет. Анджела Чоков выразил тем самым несогласие с военными действиями Турции на северо-востоке Сирии. Этот член крайней правой партии Лига лишится 10-дневной зарплаты и будет отстранен от депутатской деятельности на 5 дней. Это был последний за неделю выпуск программы «Вкратце из Брюсселя». Главной темой завтрашнего обзора о положении союза будет Brexit. Брэксит.